Зашли в Макдональдс. Доброе утро. Сколько у нас? Доброе утро. 15 минут 11. Пьем кофе, взяли десерт. Чек страшно показывать, потом покажу цены. Я рассматриваю, какие мне экскурсии поблизости посмотреть, а Максик в Макдональдс пойти. Ну, очень хорошо, что здесь вот такие боксы, как и у нас, поэтому ты не сталкиваешься, а можешь выбрать. Сейчас покажу вам немножко цены. Давайте бургеры. 6 евро, 5 евро. И самые дешевые 2 евро. Это 80 гривен. Хэппи Милды по 6 евро. И водичка, стакан Кока-Колы 2 евро. 2 евро. Ой, сейчас. Вот большой, маленький. А большой стакан, 1 литр, 7,18. 7 евро. Так, что еще показать? Мак-меню. По 10 евро. Вот 400 гривен. Да, они все почти около 9 евро. Что еще мы посмотрим? Десерты. 4 евро. Коктейли сейчас нет, мама хотела. Но мы пришли так из-за Максимчика, потому что, ну, как подросток любят все такие местечки. А вот у них, как подают кофе. В чашках, не в стаканах. И ты ставишь вместе с подносами. Если у нас распределяешь мусор, то у них нет. Вот такой Макдональдс в Германии. И есть уборные комнаты. Можно рассчитаться как картой, так и наличными деньгами. Вот такие мусор. Здесь своя система. Да, не так, как у нас. А, вот это дальше. Ничего страшного. Поднимем и все. Бывает. Ложечки какие? Деревянные? Он глубокий. То есть не один поднос вмещается, а несколько. Мы сами сортируем, а здесь так. Еще у них стеклянные стаканы подают. У нас вообще такого нет. А трубочки бумажные. Так, наше кофе берем и в путь. Уже пока будем продвигаться к дому. Какие-то интересные такие дома. Буду вам показывать. Там смотрите, как пострижены деревья. В форме прям стенку сделали. Это мы сейчас тоже были на окраине города. Когда тут шли. Прошли маяк. Сейчас я его снимаю с другой стороны. Махтек мне еще говорит, а чего ты маяк не сфотографировала. Автобусная остановка. Я почему так именно концентрирую внимание? Автобусная остановка. Потому что для нас важно средство передвижения. Каждый старается украсить свой дом по возможности. Если нет больших лужаек. А вот смотрите, если человек с ограниченными физическими возможностями. Вот сделано такое приспособление. Дом 1926 года постройки. Довольно часто можно встретить на велосипедах с детьми мам. И видите, в этой колясочке еще один велосипед. То есть с ней двое деток. Одного она перевозит в таком приспособлении. И второй ее малыш сзади едет на другом велосипеде. Зашли в аптеку. Постоянные дожди. И крем для солнца с 50 плюс заситой. У нас это тоже косметика продается. Ля Роша. Для детей. Вот лекарства рассказывает фармацет. Практически все бесплатно. Только нужна страховка и рецепты от врача. Мы еще когда говорим русскоязычный или русский магазин. Сейчас вот эти обостренные такие отношения. Ну вот сейчас фармацевт. Мама покупает валерьянку. Она говорит, вам для чего? Заснуть или для успокоения? А мама говорит, ты заснуйте для успокоения. И она начала говорить, что читайте новости до 21.00. Потом другую литературу, другие программы смотрите. Она говорит, нам же нужно это все пережить. Потому что они переживут нас. Если мы не будем заботиться о себе. То есть люди очень так вот сочувствуют. И, как сказать, эмпатия большая. Но вот в данном случае мы столкнулись именно с таким проявлением. Жена, конечно, такие слова говорит. Она говорит, если мы не будем заботиться о себе, то некому будет праздновать победу. Все люди на самом деле очень переживают. И это всех затронуло. Вообще прям. Прямо до слез. Мама рассказывает, что это женщина-фармацевт с Украины. Она здесь уже около двух лет. Сын сейчас в Украине. И каждый день они созваниваются. И, конечно, она, безусловно, переживает. В кафе сидят. И все люди пожелают. И, конечно, она, безусловно, переживает. И, конечно, она на нашем сайте. И, конечно, она, безусловно, переживает. Продолжение следует... Прошлый раз вам просто показывала этот экскалатор. Есть такие похожие скалова, да? Экскаватор, экскалатор. Сейчас на нем едем. Сейчас пойдем Максику мяч и баскетбольный купим. Мы уезжали, он занимался баскетболом уже несколько месяцев. Конечно, скучают. Уже знаем даже, где кольцо. Сейчас пойдем посмотрим. Зашли в вещевой магазин. Здесь вот футболки 18 евро. Такое качество Том Тейлор. 20 евро. Тоже 20, но если ты покупаешь 2, наверное, в какой-то программе состоишь, то по 10 евро. Это 400 гривен. Женский отдел и мужской. Такой торговый центр. Здесь есть и парикмахерский, и кафе. Магазин обуви зайдем. 39. Это что, евро или размеры? А, это размеры. Вот такая обувь стоит... Стоило 60 евро. Сейчас 50. Сейчас пойдем мужские посмотрим. Женские тоже еще. Сколько? 30 евро. Ну, это такие бюджетные варианты. Такая тряпочная полностью. 45 евро. Бесконечные ряды. Обуви. Абсолютно разнообразные. 41 размер. 54 евро. Да, мы тогда на барахолке за 60 евро. Это хорошая цена была. 40 евро. Сколько? 70 евро. Такие ботинки. Сколько они стоят? 70 евро. Выбираем Максиму воду. Вот у нас такая не продается. Продукция Кока-Колы, но чуть-чуть другая. Так, а мы уже купили мяч баскетбольный, ракетки для тенниса и дартс. Просто я хочу, чтобы он еще так активно не только в телефоне зависал, но и чем-то занимался. Тем более, там с нами еще мальчишки живут. Требуются продавцы. Мужчины. Мама, а ну подойди, пожалуйста. Говорит, требуется продавцы. Мамы, дамы и другие. То есть, у них полы различаются мужской, женский и другой. То есть, да. Другие это любые... Как себя человек идентифицирует? Да, это все нормально и так же и воспринимают, как и... То есть, нет какого-то там другого отношения к этому. Так же само и человека воспринимают. Здесь продаются постельные принадлежности, матрасы. Матрас-комфорт. Нет какого-то предвзятого отношения к людям, которые себя... Не знаю, как сказать. Я подумала, что это мужчины, женщины и дети. Потому что дети здесь тоже могут... Стрекоза села. Мама, зеленая кофточка. Не знала, как толерантно сказать. Как толерантно сказать. Ну, правильно, да. А я подумала, дети, потому что здесь со скольки говорили? С 12 лет очень так... А со скольки? С 14. А, с 14 можно устраиваться на работу. Ну, подрабатывай там, доводите, выбывай. И здесь бабушка Максимка говорит, что здесь всегда очень сильное вот такое течение. Я бы искупалась. Так, мы здесь уже сколько, мам, мы считали вчера? Дней 10, да? Ну, да. Да, и уже скучаем... Вот, махморник, неделя была. И уже скучаем за домом. И вот сейчас, когда возвращаемся именно в наш фирт, аж как-то полегче. Потому что... Сейчас здесь временно мы проживаем. Потому что далеко идти, и мы хотим уже отдохнуть. Нет, еще потому что мы здесь все-таки проживаем, именно в доме. Поэтому уже как-то легче становится вроде как домой. Но уже за Одессой скучаем. Не за собакой, Макс скучает. Были в супермаркете, и с нами разговорился мужчина. Он здесь уже с 93-го года. Он откуда? С России? Из России. С России. Ну, а вот она русская немка. Ну, он с 93-го года. И, конечно, и как вы пишите в комментариях, и он так сказал, что взгляд туристов и тех, кто здесь проживает на постоянном местожительстве, это очень разные углы зрения. Потому что вот он где? Он говорит, месяц был в Италии, да? В Испании. А, в Испании. Путешествовал. И тоже говорит, вот у них лучше, чем у нас. Там бензин дешевле. И, как ни странно, он сказал такую фразу, что и там намного чище. Как мы поняли, он живет в городе. И он видит очень много... Ну, не много, а достаточно таких недостатков в плане того, что не убирают. Или он сказал, что нет вот мусорных корзин, когда идешь по улице. Ну, приехал бы он к нам в Одессу и посмотрел, что у нас творится после того, как отъезжает мусоровоз. Да. В виде контейнера. Поэтому, ну, мы ему так и сказали, что все в сравнении. Все в сравнении, конечно. Сейчас ему 65 лет. Он сказал, что он вышел уже на пенсию. Ну, так довольно, знаете, с 93-го года. Это он здесь уже прожил 30 лет. И, конечно, у него уже такое довольно устоявшееся мнение. И он прошел этот путь. Приехал из-за жены. И очень интересную историю рассказал, такую забавную. Про... Как он устраивался на работу. Он абсолютно не знал язык. И везде ходила с ним жена. И вот он, говорит, пришел к работодателю. Они поговорили. Ну, говорит, говорила в основном жена. И выходят. Он ее спрашивает. Ну, что? Как она сказала? Ну, она сказала, завтра выходи уже на работу. Он говорит, есть с тобой? Она говорит, нет, один. Поэтому он пришел. Говорит, там были только немцы и голландцы. Да? Он сказал. Ну, он был рабочим. Потом стал старшим рабочим. Он говорит, руки есть. А так уже пытались объясниться жестами. Со временем, конечно, все наладилось. В общем, поэтому, как мы... Когда мы выражаем свое мнение, это не категоричное какое-то. Даже вы там в комментариях пишите. Конечно, да. Даже вот мы приехали там несколько дней, недель, месяцев мы здесь находимся. То есть мы рассказываем то, что как мы видим. А у вас, может быть, нам уже пишут комментарии те люди, которые здесь довольно долго. Вот девушка там, которая здесь 20 лет. У нее чуть отличное мнение от нашего. Поэтому у нас еще есть такое выражение. Ваше мнение, наше мнение, это не... Как это? Это не мнение большинства. В последней инстанции или как? Ваше мнение, это... Ваше мнение. Ваше мнение, это ваше мнение, да. А, вот, все, вспомнила. Есть два мнения. Нет, есть два мнения. Мое и неправильное. Да, но это не про нас. Это не про наш случай. Вот, я вспомнила. Истина в последней инстанции. Ваше мнение не есть истина в последней инстанции Это когда ты ходишь из кабинета в кабинет И в последнем кабинете самое Вот как решат, так и будет В общем, кто знает, тот поймет Все, мы вам будем говорить на этом До свидания Ждем ваши комментарии До следующих видеопрогулок Выехали на вечернюю поездку Катаемся Второй раз стараемся выбирать новые маршруты В этот раз доехали до ветряков И они почти не крутятся Сегодня было жарко Проехали еще такое придорожное кафе И несколько фур стоят Ну и люди сидят А вокруг поля А этот ветряк вообще остановился Сейчас буду Макса догонять Невероятная красота Там еще самолет летит Вот Подсолнухи растут Подсолнухи еще не видели На этой территории Невероятная красота И высота Видите, здесь дверь И там видно Лестница какая-то Чтобы можно было Подняться Подходишь Гудит На ветряках есть граффити Такой еще в зеленый цвет Покрашен Покрашен Вокруг поля Максик тоже в зеленой футболочке Очень интересное ощущение Когда что-то видишь Впервые Так близко А это мне кажется Картошка Но может быть я и ошибаюсь Если кто-то разбирается Вот такие листики Такое поле И уже Закат Коровки пасутся на закате А деревья Такими Ограждениями Обнесли Хорошо, что еще сегодня нет дождя Мы даже в дождь катались Но зато было очень красиво Все равно Паслись коровы и лошади Они были такие блестящие Мокрые Даже такой маленький Клочок земли Они стараются Облагородить Постриженная лужайка Вокруг дома В общем По дороге еще встречаются Золотые гуси